что мы делаем чем мы занимаемся мы почистили краску вот так вот выглядит стена и вот если вы видите то рука у меня белые вот такая вот небольшая раковина самодельная у нас табурет полочка для микроволнов временные двери планы на ближайшее будущее и так друзья мои всем привет сегодня небольшой обзор того что происходит у нас на стройке что мы делаем чем мы занимаемся и небольшие советы и лайфхаки в общем у нас на данном этапе идет уже от штукатуре ли стен мы почистили краску об этом будет отдельное видео как это происходит вернее не краску а шпаклевку чистилим его с помощью черепашки кожуха и пылесоса из болгарка естественно надо и устанавливаем маяки и штукатуре стены об этом тоже будет отдельное видео поэтому не будут на этом останавливаться в общем процесс идет стены чистится маяки устанавливаются стены также штукатуре вот осталось небольшие участки комнат где у нас еще не почищена но сегодня тоже устранится и все у нас будет чисто и гладко в общем хотела показать вот так вот выглядит стена которую мы почистили и загрунтовали грунтовкой циризит 117 также установили маяки маяки металлические шестерка устанавливаем на штукатурную смесь волослой и также у нас это будет штукатурить также этой штукатурочкой волослой почему мы чистили стены прям до бетона об этом я естественно сделал отдельное видео с пояснениями для чего это было нужно но сейчас немножко повторюсь для того чтобы контактный слой с бетоном у нас было лучше грунтовка даст нам хорошую адресию с бетонным основанием и никакой промежуточный слой видишь поклевки и там какой-то грунтовочной смеси не будет мешать штукатурки хорошо прилегать бетонную бетонной стене поэтому чистим основание до бетона с помощью черепашки но можно использовать любые другие способы главное чтобы основание было чистым так а сейчас я вам покажу как выглядит стена почищенная но не загрунтованная вот здесь у нас вчера была выполнена очистка и вот если вы видите то рукава у меня белые чтобы убрать вот эту белизну которая осталась у нас после очистки мы все это стены пропылесосим и уже потом будем грунтовать обязательно пылесосим а потом грунтуем и после только этого мы устанавливаем маяки и штукатурим стен до этого делать этого не стоит в общем такие вот дела так как вы видите у нас уже тут происходит шпаклевка малярка по гипсокартонным стенам также по стенам там где у нас уже была очищена тут у нас происходит штукатурные работы далее у нас еще планируется делать электрику также еще будет небольшие возведения гипсокартонных перегородок которые еще не выполнены в полном объеме и будут установка кондиционеров кондиционеры у нас будут установлены в четырех комнатах об этом по желанию можно сделать отдельное видео с пояснениями как для чего и какой кондиционер лучше для какой площади выбирать кстати друзья хотел заметить смотрите вот такая вот небольшая раковина самодельная у нас сделано здесь самом деле это ведро в основании ведра у нас установлен слив с сифоном сифон вот он здесь под раковиной и слив идет прямо в канализацию смеситель который находится рядом с раковиной и с помощью шланга в общем вот таким образом мы вывели сюда воду подвели воду можно теперь мыться умываться и набирать воду вот таким вот образом и слив воды сразу происходит в канализацию естественно через сифон основание у нас служит гипсокартон зафрезерованной ножки 50 на 50 тоже из профилей ну такая вот конструкция у нас здесь санузле данное приспособление она мобильным можно переносить с объекта на объект по желанию естественно а можно на каждом объекте сооружать новые конструкции такого плана еще одно приспособление для стройки было создана на этом объекте этого такого табурет сделан также из фрезерованной гипсокартона и профиля 50 на 50 вот таким вот образом он у нас собрался очень довольно таки мощная конструкция и сидеть на нем можно не переживая то что он сломается и еще одна конструкция это полочка для микроволновки теперь нам не приходится нагибаться для того чтобы разместить контейнер для разогрева с пищей а у нас он находится на удобной высоте и не мешает никому в общем такая тоже фрезерованная полочка из гипсокартона и профилей 50 на 40 примыкание к стене просто установлена мощно вот смотрите никаких лишних креплений нет просто два профиля и полочку у нас жестко стоит в углу вот таких небольшие ништячки появились у нас на объекте еще вот такой вот небольшой лайфхак для тех кто занимается гипсокартоном можно сделать вот такие вот временные двери чтобы разделять помещение допустим в этом помещении можно производить какие-нибудь пыльные работы там виде шлифовки подрезки плитки либо просто переодеваться и чтобы остальные комнаты у нас не пылились закрывая двери мы ограничиваем данное пространство для произведения каких-либо пыльных шумных вообще любых работ ну там допустим даже можно делать замесы смесей штукатурных либо плиточных так и вот таким вот образом в общем мы закрываем дверь здесь вот импровизированный заслон защелка как она называется и все дверь у нас держится только за счет вот этого вот непрорезанного пуска картона который временно выполняет функцию петель естественно то все временно скором будущем она у нас обрежется если даже досрочно сама не сломается вот такие вот планы на ближайшее будущее и планы которые мы выполнили за предыдущий период времени в общем железо лежит бипсокартон там шумоизоляция там штукатурка здесь а кстати вон еще две инсталляции фирмы грое и к ним два горшка фирмы тенцея эти инсталляции унитаза будут установлены у нас санузлах санузлы будут тоже обклеиваться плиткой керамогранитом размером 60 на 60 об этом я тоже планирую сделать небольшое видео а может и большое в одном из санузлов мы установим люк скрытого монтажа под плитку фирмы д метро размером 60 на 60 естественно ну и по ходу действия еще будут кое-какие коррективы пояснения и тому подобные замечания в общем все на этом все всем спасибо за внимание хорошего всем ремонта и пока